Здравствуйте, любители красной икры, элитного алкоголя и премиальных автомобилей. Добро пожаловать на канал Филавто. К этому автомобилю нужно вот так вот подходить, как вот японцы провожают свои самолеты. Вот так вот. То есть нужно говорить о нем с уважением, потому что это старый добрый американец. Сейчас уже таких, ну, выпускают, да, но уже не то. То есть уже более-менее такие они приближены к городским условиям и так далее. Прошу уйти от экранов владельцев электромобилей и владельцев Prius. В общем, всей этой нечисти, которая экономит топливо. И всех нытиков, которые говорят о том, что нынче большие налоги и большая стоимость бензина. Друзья, этот видеоролик, он не для вас. В этой жизни сейчас все стало такое пластиково-картонное. Все автомобили стали с моторами от мотоцикла «Восход». То есть там, ну, накинул турбинку, да, и пошло-поехало. Женщины стали как мужики, а мужики стали хуже баб. Такие автомобили, это на самом деле, ну, большая редкость, да. Большой, во-первых, V8 с большим мотором, который жрет бензин, у которого, ну, как вы говорите, большие налоги, которые вы не можете оплачивать и так далее. Огромная история. Вот прям любо-дорого говорить о таких автомобилях, потому что данный автомобиль – это четвертое поколение. Пятое поколение, он уже такой стал, ну, не знаю, как это называется, унисекс, наверное. Вот это вот хорошее слово, которое подходит к этим автомобилям, которые сейчас стали выпускаться, да. А это вот такое вот мужественное, я не люблю слово брутальность, это такой вот мужественный автомобиль. Четвертое поколение, да, сейчас уже есть пятое, уже готовится, по-моему, или уже вышло шестое поколение в Америке. Ну, мы, как, естественно, мы Форда потеряли, Форда у нас в России больше нет. Форд Эксплорер, он пришел на смену Форд Бронко. То есть, получается, ну, не совсем удачный был вариант именно с Бронко. И, соответственно, для того, чтобы вернуть доверие американцев, они поставили на поток вот этот автомобиль. Кстати, Эксплорер, он даже был автомобилем первого плана в Джурасик Парк, парк юрского периода, в данном фильме. То есть, получался очень надежный, очень комфортный, очень безопасный автомобиль. И он реально зашел американцам. То есть, такой вот большой, семейный, просторный автомобиль. Это уже четвертое поколение, соответственно. Здесь уже, ну, они поработали над безопасностью, они поработали над тем, чтобы он был немножко, ну, ближе к городским условиям. То есть, по безопасности, допустим, 5 из 5. Тут даже есть боковые шторки, которые защищают и водителя, и, соответственно, пассажиров задних рядов сидений. Здесь три ряда сидений. То есть, мы можем еще своих малышей посадить на самый последний ряд. Здесь есть, в этой комплектации есть телевизор. То есть, мультики вообще запросто можно гонять. Ну, и самое, наверное, интересное, это мотор. В8. 294, по-моему, 294 лошадиные силы, если я не ошибаюсь. 4,6 литра. То есть, ну, сейчас, по-моему, уже таких моторов не идет. Сейчас, по-моему, идет В6 с накинутыми турбинами. Ну, то есть, все уже. Атмосфера уже, к сожалению, не решает. То есть, мы уже боремся за экономичность. Точнее, не мы боремся, а они борются за экономичность, за экологичность и все остальное. Друзья, давайте будем смотреть подкапотное пространство. Тут, видишь, смотри, даже вот для особо одаренных шильдик В8. Все, все реально большое. Вот сразу, да? Начиная с ручки. А вот ручка капота маленькая. Причем, смотри, такой прям приподнятый, да? Газовые опоры. Вот такой вот огромный Тритон В8. Тритон – это вот как раз обозначение. Там была масса моторов с обозначениями именно для, ну, не для Эксплорера, а в целом для американских автомобилей. Там, Онтарио, Ромео. Еще на этот автомобиль ставился 4-х литровый. Но, как правило, вот такое парадоксальное явление. 4,6 ест гораздо меньше бенза, чем, допустим, 4 литра. Потому что, ну, все-таки, тут масса автомобиля 2-300, по-моему. И для того, чтобы нести эту массу, нужно, естественно, мотор. Вот В8 – это прям вот идеально. Этот мотор подходит ко всему. Здесь все просто, по-американски. Ни один болтик, который купленный в нашем российском автомобиле, сюда не подойдет. Вот, как сказал мне владелец. Вот, огромная подкапотка. Слушай, ну, для того, чтобы дотянуться, надо, блин, реально сюда подниматься. Кстати, опять же, по свету. Свет здесь во всех комплектациях светит хреново. Ведь, что бы ты с ним ни делал, он всегда светит хреново. Ну, американцам мотаться по их освещенным улицам – самое то. Ну, а, соответственно, для России, извините, потому что надо доработочки делать. Вот такой вот маленький аккумулятор почему-то. Старинный такой уже. Ух! Прям все вот так вот. Кстати, одна мудрая женщина сказала, что это вот к тому, что у нас в мире все поменялось. Да, женщины стали как мужики, а мужики стали хуже баб. Одна женщина мудрая сказала, что наличие писюна между ног – это еще не означает, что ты мужик. Теперь будем смотреть заднюю часть автомобиля. Там есть, что показать. У нас с собой, как всегда, есть метр. Пойдем. Здесь у нас все по-простому, по-американски. То есть мы можем открыть вот это вот стеклышко верхнее. Чик. И, соответственно, сюда уже навалить все, что угодно. Несколько мешков картошки, редиса и всего остального. Ну, если, соответственно, едешь с дачи. Сюда бы еще фаркопчик, потому что, ну, как правило, америкосы, они таскали за собой там, ну, всякие там квадроциклы, да, яхты и все остальное. Ну, кстати, и у нас, как бы, в России множество. Вот сразу скажу, да, общаюсь с одним чуваком, он гоняет тачки из Америки. Я говорю, дружище, слушай, ну, а в Омск вообще там додж-рамы там в основном, ну, такие большие машины с большими двигателями. Он говорит, ты знаешь, вот Новосибирск есть, Томск есть, Барнаул есть, Кемерово есть. Естественно, Ербинск сейчас в России, а Омска нет. Хотя в Омске встречаются варианты. Привет подписчикам канала ФилАвто. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы пошумим маленько, вы не против? Да, конечно, запросто. А где ты взял эту рухлядь? Порычит маленько, мы восьмерку сидим. Да нормально вообще, без проблем. У нас все нормально, у нас же демократичный канал. Хочешь матерись, хочешь ебей, хочешь еще что-нибудь делать. Друзья, вот, огромный багажник с третьим рядом сидений. Это очень хорошо, потому что... Это очень хорошо, потому что, как правило, этот автомобиль используется в семье. Вот, на дачу, за город, просто покататься за грибами. Давай, сразу вот здесь у нас уже разложенные сидения. Давай вот с той стороны мы просто посмотрим. Здесь, на самом деле, места очень мало, когда мы разложим сидения. Но, не знаю, сумку спортивную, может быть, две можно положить. Кстати, вот обрати внимание, вот зайди, посмотри, да, как они сделаны. Вот они, блин, вот все-таки америкосы, они все делают на свой, на свой, как говорится, лад. Смотри, какие они. Что напоминают? Гоночные сидушечки, да? Опять же, Тесла всплывает немножечко. Ну, вот так вот примерно все это выглядит. Если мы поднимем сейчас еще сиденье. Ну, получается, здесь, если я сяду, то у меня вот столько вот от колен, получается, до, ну, вот этого седла. Да, посмотри, у нас оба. Оп, можно закрыть. Ну, здесь прикольно. Есть два подстаканника. Кстати, ну, вот вставлю владельца видео. Получается, что у нас очень мало ниш, в которые можно было бы вставить там, ну, или там что-то положить. То есть, получается, все у нас лежит вот здесь вот так вот. Ну, места здесь достаточно. И вот, кстати, у нас видюшечки. Можно смотреть мультики здесь. Все вот подключается, выключается. Вот такие вот два дефлектора, подсветочка. Здесь вот тоже есть дефлектор. Здесь тоже есть своя подсветка. Ремни безопасности. Ну, то есть, все продумано. Крючочки, подстаканники и все остальное. Кстати, вот, смотри, как у истинного владельца Explorer у нас есть трос. И у нас есть еще вот такие вот текелажные петли. То есть, все продумано. Все сделано. Даже, смотри, ручка какая огромная. Ядрит, мадрит. Все большое, все по-американски. Мощное. Так. Надо мне отсюда вылезти. Как там? И ручка, смотри, вот здесь вот, да? Так. Ну-ка. Оба. Слушай, огромный. Реально огромный. Так. Теперь замеряем задний ряд сидений. Кстати, он еще, смотри, обрати внимание, он еще опускается немножечко. То есть, его можно утопить. Посмотри. По сравнению с той сидушкой. То есть, мы его немножечко еще положили вниз. Давайте, друзья, здесь замеряем, сколько у нас. Какое у нас здесь пространство. Ручка, смотри, все удобно. Опа. Все, я такой нахожусь в полулежачем состоянии. О. Но, обрати внимание, какая здесь. То есть, здесь все сделано так, чтобы можно было хвататься двумя руками. Ты посмотри. Ё-моё. Смотри, какая ручка. Смотри, как сделано, да? Оригинально. То есть, хрен, чего оторвешь. Ну вот. Места достаточно много. Два подстаканника у нас здесь есть. Дефлекторы. Розетка. Ну и, соответственно, направление воздуха. В ноги. В ноги и в морду. Вот у нас получается здесь вот такой вот экранчик. Ну и, соответственно, можно занять людей, которые сидят на последнем и, соответственно, на предпоследнем ряду сидений. Ну, кожа. Кожа. Вот сразу обратим внимание на кожу. Вот это кожа, я понимаю, да? Машина 2008 года, 12 лет автомобилю, да? Это не ваши Hyundai Sonata. Где кожа от кирзача солдата, который по горам бегал года 3-4. Вот это я понимаю. Естественно, карта, ну, тут реально смотреть что-то, да? Вот это, кстати, мягенькое, смотри. Во всем остальном здесь такое дубовое, нормальное, такое прям по-мужски все сделано, да? Ручка. Вот. Единственное, что здесь мягкое, это вот эта вот штучка. Как раз под локоть. И вот, она полностью вся. Это такой вот от серванта, от бабушкиного вставочка. Огромное окно. Молодцы. Так, давайте мы здесь чисто померяем, вот примерно, чтобы, ну, так для понимания было. Ну, вот, 30 сантиметров получается. То есть просто под, может быть, какой-то мешок, либо большую сумку. Ну, да, под коляску, возможно, да, под, может быть, под маленький самокатик. Так, если мы сейчас уроним эти сиденья. Ну, вот, здесь уже будет более-менее багажное отделение. Получается, вот, до этого пластика 106 сантиметров. Вот. Если, допустим, ширину, то 114. Ну, достаточно неплохо. Вот, единственное, у нас здесь есть вот такая вот ниша. Под домкрат какие-то инструменты и так далее. Колесо у нас внизу висит. Вот эта вот штучка для того, чтобы крутить колесико. Ну, тема по поводу колесико, который висит внизу, это, как бы, уже такая избитая тема мной во всех видео. Как бы, ну, для кого-то это удобно, для кого-то это неудобно. Ну, вот такой вот большой багажник, да. Есть у нас ручка. Замок у нас встать и закрыт. То есть все, как бы, сделано четко. И по высоте, допустим, ну, с моим ростом 169. Нормально. Вообще никаких проблем. Друзья, закрываем все это дело. Когда садишься, конечно, за руль вот таких вот монстров. Как-то себе, блядь, безопасности чувствуешь, что ли? Друзья, у нас здесь есть люк. Он у нас, к сожалению, не работает. Ну, вот почему я могу, так сказать, и в оправдании тех, кто покупает другие автомобили, там, которые в салонах, там, корейские, допустим, там, ту же Аркаунда. Я могу сказать и в их оправдании. И могу сказать в оправдании, допустим, тех людей, которые покупают вот такие вот автомобили. Ну, первое, наверное, это когда ты покупаешь вот такую тачку, да, ты должен понимать, где у нас разборки, где ты можешь заказать там различные запчасти, все остальное и так далее и тому подобное. Потому что, ну, реально мелочь там какая-нибудь, да, и ты эту мелочь будешь несколько месяцев ждать, допустим, с той же Америки, да, или там, ну, если там в Москве у тебя есть какие-то знакомые, то, может быть, из Москвы там пару недель. Но ты постоянно будешь находиться в каком-то поиске. То есть там что-то отвалилось, здесь что-то отвалилось. Вот, ну, хотя, допустим, вот по ремонту, да, автомобиль реально не приводит никаких проблем. Многие писатели, которые пишут на форумах, которые там пишут о своих автомобилях, да, о их проблемах и так далее, вот это меня больше всего убивает. Чувак покупает машину практически в предаварийном состоянии и он начинает писать, что Ford Explorer говно. Нет, говно ты. Потому что ты покупаешь машину уже заведомо в лежачем состоянии, да, ты ее не, как бы, ну, не ремонтируешь, ничего там для нее не делаешь. И ты говоришь, что Explorer говно, ну, это бред полный. Вот, поэтому я понимаю и тех, и других. Кто-то не хочет париться, покупает новую тачку. Кто-то заморачивается, покупает такие машины, потому что, ну, эта машина, она реально приносит удовольствие. Естественно, ну, на ней ты не заедешь на какую-то глубокую грязь, да, потому что здесь, во-первых, рама, ну, просто сядет на раму и будет сидеть. Он внедорожник, но не для таких там сумасшедших покатушек, да, для этого есть другие автомобили, более подготовленные. Это удобный автомобиль, ну, для передвижения, допустим, там, по какой-то такой легкой грязи, допустим, на дачу проехать, дачный поселок. Перевезти какие-то грузы, опять же, потому что здесь можно все разложить, и здесь будет реально большая площадка. Ладно, друзья, давайте. Вот, вот, смотри, ты смотри, какой этот. Вот это, мать его, член, да. Получается у нас, смотрите, вот такая вот панель, такая уже, ну, старая, реально, как говно мамонта. Вот, такой вот у нас большой подлокотник. Ну, сидеть мне здесь действительно удобно, прям хорошо. Такой вот руль, причем он нас не радует обилием кнопок, как, допустим, в нынешних автомобилях. Соответственно, панель, естественно, дубовая, да, здесь вот небольшая ниша у нас есть, и, по большому счету, все. Вот, ну, машина ухоженная, 2008 год, и для этого 12 лет автомобилю, ну, реально большой рамный внедорожник. Подстаканники вот такие вот, видишь уже. Ну, то есть, сделано все, ну, по уму, да, то есть, что-то, если пролил, допустим, вылил, и вообще никаких проблем. Подогревы у нас есть, сиденья, я смотрю, но кожа реальная, кожа прям, прямо-таки реальная кожа. Ни хер пойми, чё. Маленький вот такой вот бардачок, необычный для этого автомобиля, да. Ну, и, в принципе, все. Друзья, я считаю, что надо прокатиться. Кстати, у нас даже тормоз, тормоз ручной, он ножной. Предлагаю прокатиться, ощутить, что такое все-таки V8. Потому что через несколько лет уже таких моторов не будет. Вот, опять же, допустим, в начальных поколениях Explorer был мотор 5-литровый, да. Потом вот его немножечко упростили, сделали 4,6. То есть, потихонечку, потихонечку все снижается. В конечном итоге мы увидим, там, не знаю, Explorer 7-го или 8-го поколения с мотором 2 литра на турбине. Там какие-нибудь 230 лошадей. Вот такой вот пиздеклюзочный мотор. Куда мы катимся? Напишите в комментариях, куда мы катимся. Зеркала маленькие. Какие-то они необычные, с косой внизу. Ну, раз нам коллеги наши мешали, теперь и мы помешаем. Смотрите, что снимать надо. А вы снимайте, непонятно что. Ты за дровами? За углем. Вот это я понимаю. На тормоза, конечно, да. На тормоза многие жалуются. Для такой махины их бы получше, поострее. Смотрите, по расходу получается у нас, ну, как правило, 20-22 по городу. То есть, вот, на меньшее, я думаю, что покупая такой автомиль, рассчитывать не нужно. Ну, нет смысла просто. По большому счету, вообще о расходе задумываться, наверное, не стоит, когда ты покупаешь такую машину. В априори расход будет большой. Многие переводят на газ. Ну, это уж, как говорится, каждому свое. Но поддает хорошо. Вот, соответственно, для того, чтобы понять, какую тебе машину нужно брать, ты должен понять, для чего она тебе нужна. Это в первую очередь. А потом уже делать свой выбор. Кстати, по ценнику, опять же, на Ford Explorer. Цена и год, по большому счету, не имеют никакого значения. Они к состоянию автомобиля вообще никакого значения. Ну, никак их ты не можешь приплюсовать. Потому что ты можешь взять за 600, допустим, тысяч 2008 года, и автомобиль будет в идеальном состоянии. Ты можешь взять 2012 года машину за миллион, миллион сто. И машина будет просто, ну, лежать, как говорится, на коленях. Поэтому здесь состояние никак не определяет ценник и, соответственно, год. То есть, нужно все смотреть, нужно все проверять. Вот примерно вот так вот. Вот сейчас уже пятое поколение, оно уже у нас стало более городским. Уже нет рамы. То есть, это вот последнее, четвертое поколение, которое шло на раме. Ну, здесь какая-то там рама офигенная, там накручение, она там больше и лучше. И пожестче она стала. Ну, как бы это, в любом случае, обычный потребитель, он это не проверит, да. А в пятом поколении уже рамы нет. В пятом поколении уже он стал такой, ну, уже городской кроссовер. Жалко, наверное. Выбирайте хорошие автомобили и красивых женщин. Это был канал Филавто. Всем удачи и до новых встреч. Филавто. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...